Точку бункера мы сразу не можем увидеть на карте, так как карта здесь, напомню, очень весьма огромная и обширная. Поэтому, чтобы обнаружить, где находится следующий бункер С, который нам поведали в бункере Б, мы отправились вперед. Но я пока не вижу, у нас есть только одна точка, которая мигает. Мы на ней уже побывали, но где у нас следующая мигающая точка, пока неизвестно. И вот ищем мы эту следующую мигающую точку. Хотя, непонятно, что там произошло, почему она мигает. И правда, почему мигает точка? Почему мигает точка? Чтобы срезать путь к прохождению нас интересующего бункера, мы решили пройти этот путь через гору. Какие там приключения ждут, нам еще только предстоит узнать. Тут очень даже миленько, смотри, вся карта прям как на ладошке. Что у нас по расписанию? Да, кстати, у меня есть отличное средство для скоростного спуска с горы. Самое время будет проверить его. А тем временем, поднимаясь под крутому склону, мы не ощущаем никаких даже на самых ледяных кусках горы препятствий, никакого скольжения. В общем, это что-то из области фантастики. Мы можем с обоими забитыми руками спокойно взбираться на любые самые невероятно крутые уклоны, склоны, преклоны, подклоны, расклоны, переклоны и прочие клоны. Оу, это невероятно! Так, надо придумать песню какую-нибудь для того, чтобы совершать марш-бросок через горы. Что-то как-то не придумывается. Ребят, давайте придумаем какой-нибудь марш-бросок-песню для того, чтобы было весело идти, чтобы эту гору можно было задорно нам пройти. О, смотри, что-то есть, что-то, что-то, сани, смотри, сани в натуре. А как? А как? А как? Подожди, а как? Почему, почему сани не работают? Мы нашли сани. Так, ребятки, мы что здесь обнаружили? Мы здесь обнаружили пещеру, какая-то ледяная пещера, какие-то сани, но сани мы попытались проверить, сани. Там мы кости, кости нашли, а здесь мы сани нашли. Так, сани, да, сани не двигаются, но возможно сюда, это может быть жилое какое-то помещение, может быть, это может быть даже бунт. Предлагаю нам сделать разведку, коль мы двигаемся в этом направлении, посмотрим, кто у нас здесь есть. Возможно, это да, это какое-то жилище на двоих. О, смотрите, ребят, это даже не просто жилище, да, это была какая-то жилая пещера. Вот, собственно, тот, кто здесь был. Как-то странно он здесь был, это просто было какое-то вот место с несколькими, с несколькими ящиками и больше, и больше ничего. Да, если мы пройдем вот так вдоль стен, то мы убедимся в том, что прохода больше нет. Значит, это было просто так. Мимолетное мгновение в его и нашей жизни. Что ж, ну, все, я, конечно, разочарован. Я думал, я думал, сначала нас разочаровали санями, думал, ну, ничего себе, в этом обновлении добавили сани, теперь можно кататься, ездить по горам, а тут, были по горам, а тут и вот такое разочарование. Думаю, ну, хотя бы пещера полноценная будет. Зайдем сейчас в пещеру, и в пещере уж точно оторвемся на полную программу наших приключений. Ну, и пещера, видите, тоже нас подвела. В пещере, кроме Ситрипио, ничего не оказалось. Вот. И пару каких-то, пару каких-то чемоданов. Поэтому, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас сделаем восхождение на возвышение, и оттуда, возможно, можно будет с помощью тазообразного приспособления скатиться вниз с этой горы на полной, на полной скорости. Я, правда, не знаю, насколько у нас яркие будут моменты и впечатления по данному спуску, потому что, ну, спускаться здесь в подножьях как-то не очень. Вот если бы как-нибудь спуститься так, чтобы можно было через всю середину прокатиться, да, чтобы миновать самую большую часть этого расстояния, это, конечно, да. Но когда нельзя так сделать, когда это есть только в твоих мыслях, когда только есть в твоих желаниях, это, конечно, другое. Поэтому мы что? Мы только мечтаем, мы только думаем, но вот как-то вот так вот. Ничего не происходит, тем не менее, в какой-то момент мерзлота перестала быть мерзлотой, в том плане, что мы достигли того минимума, при котором нас может заморозить вот эта температура. Да, у нас появляется какое-то обледенение на экране, но это нам не мешает, это нам не мешает продолжать жить дальше, продолжать жить дальше и дальше замерзать. Безопасно замерзать. А здесь у нас что? Здесь у нас ничего. Вот, возможно, дальше, да, вижу, возможно, дальше будет какая-то щелятина, скорая трещина, какой-то пролом, разлом, в общем, движение каких-то плит между собой, и там речка. И вот мы, возможно, сейчас вот в этом месте, где-то еще за следующим уступом сможем скатиться красиво, эффектно, значит, вниз на полных парах, на полной скорости. Я, конечно, думал, что здесь на вершине будет что-то как-то поинтереснее, ну, какие-то впечатления прекрасные, но впечатлений никаких, потому что здесь, кроме снега, кроме голых скал, ничего нету, ничего абсолютно. Итак, распечатанные сани, это как раз и тот предмет, которым я хотел отсюда вам прокатиться. Как пользуются ими, я пока не представляю, как пользуются им. Ага, надо подпрыгнуть и джеронимо! Так, слегка большая скорость, очень неуправляемая вещь. Нет. В целом, мне казалось, что как-то вот все повеселее будет, но... Видимо, это все, на что способна данная вещь. А если мы разгонимся, подпрыгнем, ничего не происходит, ужасно, ужасно, ужасный спуск, все было сделано зря, но все равно мы очень быстро достигли нашей цели, спустившись вниз. Так, тросометик, мяско, лекарства, шоколадка, все дела, дельтаплан. А что, в смысле, дельтаплан? Дельтаплан? Мы нашли дельтаплан! Так, в общем, и в целом, пока мы двигались к нашей следующей точке, мы по пути дошли дельтаплан. Пока непонятно, как он работает, но я думаю, нам нужно, разбежавшись с высоты... Да, просто... Оооо, только не надо жать вперед, иначе вперед он падает вниз носом. Я лечу, я лечу, реально, смотрите, вперед, это значит, он вниз летит, кнопка назад, это он вверх летит, и нулево-вправо, соответственно. На дельтаплане вообще все по-другому, только я не вижу теперь... Я не вижу, я не знаю, куда мы летим. Да, я не знаю, куда мы летим. А интересно, можно как-то посмотреть GPS-навигатор? Давайте попробуем приземлиться. И не разбиться! И не разбиться, да, приземлиться и не разбиться. Давайте попробуем вот на эту речку приземлиться. А как вообще, ну, как сбавить скорость? Скорость нужно как-то сбавить. Я не знаю, как сбавить скорость. Мама! А, вот так вот все просто на самом деле. На самом деле все было вот так элементарно и просто. Надо было просто врезаться в землю, и он сам приземлиться. А теперь посмотрим, насколько мы далеко от точки, которая нам нужна была. А мы даже и не долетели до точки, которая нам нужна была. Ну, прикиньте, мы не долетели, но у нас есть возможность долететь до точки. Вот мы вышли на берег, и здесь у нас есть какая-то вот патроны, кстати. Патроны, патроны есть. Здесь есть какая-то деревня. Собственно, мы сейчас изучаем ее, смотрим, что в этой деревне интересного есть. Да, здесь у нас наша Вирджиния. Вирджиния сумела добежать до нас. Правда, по пути, пока она бежала, на нее напали. Ее пытались убить, но мы ей помогли избежать этой страшной ситуации, страшного исхода. И помогли ей выжить. Теперь она помогает выживать нам. Так, возьму-ка я палку, потому что мне нужно будет открывать различного рода ящики. Смотреть, что в них находится. Так, у нас здесь что есть? У нас есть крестики какие-то, человеческие тела, натянутые на палке. У нас есть сумки. Кстати, да, насчет сумок. Сумок у нас очень много. Очень много кожаных сумок из различных частей тел. Но, видимо, видите, у нас переполнено все. Мы не можем. Мы не можем, да, мы не можем ничего сделать с этим. Давайте попробуем тогда... Вот у нас есть несколько бутылок, есть несколько платочков. Мы попробуем сделать зажигательные смеси. Потому что у нас был некий расход по данному виду. По данному виду, возможно, теперь можно открыть сумку. Возможно, но это не точно. Попробуем сейчас открыть сумку. И нет, все равно заполнено. Надо что-то потратить. Надо что-то потратить, потому что в этой сумке, видимо, есть то, чего у нас очень много. Но оставим на потом как приятный сюрприз, когда будем бегать, прыгать в других местах, в других пещерах. Так, здесь ничего нету. Но сохраниться тоже, я так полагаю, нельзя. Вот нет, какая-то сумка, какая-то штука есть. Здесь у нас что? Здесь у нас тела мертвых акул. Тела мертвых акул, да. Это... Нет, это не акулы. Это какие-то косатки маленькие или дельфины. Непонятно. Непонятно, что это. Непонятно, с чем это. И непонятно, во что это. Но явно, что они выбросились... Да, это похоже на каких-то косаток маленьких. Это похоже на каких-то косаток маленьких. Они выбросились или их выбросило. В общем, какие-то с ними действия произошли. Теперь они здесь. И нам нужно срочно что-то придумать с тем, чтобы сохраниться. Я думаю, если мы возьмем сейчас... Я думаю, если мы возьмем сейчас вот эту простынь, мы ее положим. И мы возьмем, допустим, палку. Одну палку поставим вот сюда. А вторую палку мы поставим вот сюда. То мы создадим примитивное лежбище. Да, чтобы можно было сохраниться. Да, мы сохранились, ребятки. Вы сохранились. Ура! Потому что наступила ночь. Мало ли, какие нас приключения могут ждать в эти темные время суток. Что с нами может произойти одним только сутком темным, это веда нас. Аааа!